МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Ольга Пырочкина и сегодня в нашей программе. На финишной прямой весенняя страда. Тут недалеко трактор застрял. Кроме на этом ровном месте. Некоторые хозяйства отстали от графика. Причины выясняли сегодня. Сломать нельзя достроить. Земли не хватало и требовалось получение дополнительного участка. А для этого нужно было опять-таки возвращаемся к тем процедурам, соблюсти те процедуры, которые предусмотрены законодательством. В столице республики не утихают страсти вокруг проблемного дома. Каскад, вращение, прыжок. Я хочу научиться прыгать в аксе. На ледовой арене в Чебоксарах соревнуются юные фигуристы из 22 городов России. Правительство России обнародовало рейтинг регионов по эффективности деятельности органов исполнительной власти. Оценивались результаты работы и динамика показателей за последние три года. Чуваша в 2013 году улучшила свои позиции и вошла в двадцатку лидеров. Формула оценки эффективности состоит из трех показателей. Развитие экономики, развитие социальной сферы и результаты опроса населения. То есть, как люди оценивают работу органов госвласти. Лидерами по уровню динамики развития экономики за трехлетний период стали республики Башкортостан, Татарстан, Саха, Якутия, Краснодарский край, Нижегородск и Самарской области. Чуваша занимает двадцатую строчку рейтинга из восьмидесяти трех. Хозяйство республики посеяли более двухсот тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Аграрии наращивают темп работ, их призывают мобилизовать все имеющиеся ресурсы и завершить сев в максимально короткие сроки. Сегодня глава Чуваши ознакомился с исходом весенних полевых работ в Красночитайском и Маргаушском районах. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Весенняя страда в республике завершается. Девять муниципалитетов уже отчитались о проделанной работе. Еще восьми районов выполнили план на 90%. Если погода не преподнесет сюрпризов на этой неделе, то работы будут завершены полностью. Многие хозяйства республики уже завершили сев зерновых культур. Сразу в 20 районах Аграрии приступили к посадке картофеля и овощей для корма скота. В сельхозкооперативе Коминтерн уже не первый год делают ставку на кукурузу. Здесь она всегда дает неплохие всходы. Нынешней весной этой культурой будет засеяна почти 300 гектаров. Постепенно в хозяйстве осваивают заброшенные земли. Зерновые почти завершили, но у нас есть почвы, которые еще не созрели до сих пор. Где-то 80 гектаров надо зерновые посеять еще, однолетние травы 200 гектаров. И кукурузу еще на площади 70 гектаров надо для силы сосеять. Там просто сами сейчас решили вывозку органики, внесение органики, работают механизаторы. А Аграрии этого кооператива пока отстают от своих коллег. Работы здесь начались поздно из-за переизбытка влаги в почве. Председатель хозяйства рассказывает, что даже спахивать поля было непросто. Тут недалеко трактор застрял, промы на этом ровном месте. Первый раз дискование прошли, начали в общем 25-го. Ну, в связи с тем, что земля влажная очень, поверхности воды нынче много. И бросили, поехали на другое поле. Там тоже такая картина. Потом там гектар 20 сделали, 5 на другое поле. В этом году на наших землях, к сожалению, такая ситуация. Но несмотря на такие ситуации, в хозяйстве рассчитывают на большой урожай. В прошлом году с одного гектара удалось получить более 22 центнеров. Причем аграрии даже не подпитывают почву удобрениями. Осенью после уборки на полях оставляют солому. Эту технологию позаимствовали у коллег из Пензенской области. Она оказалась эффективной. Солом разбрасывается на поле. Это считается как удобрение. Вот весной, когда дискатором свера пройдем, она с землей смешивается. Потом культивация, потом бусев. Это и влагу задерживает. Земля резко не высыхает. Необходимо задуматься и о влагосберегающих технологиях. Тем более, что этим летом предрекают засуху. Глава региона отметил, что сейчас отстающие хозяйства должны мобилизовать все ресурсы. Прогнозы на осень радужные. В этом году в республике намерены собрать большой урожай. Заканчиваем сейчас весенние полевые работы. Уже уход надо за посевами. Уносить гербициды. Уносить соответствующие пестициды против вредителей. И уже заготовку кормов надо начинать. Работают, засучив рукава и строители в Маргаушском районе, вблизи села Тараева. Сейчас прокладывают новую дорогу. В этом году подрядчики планируют реконструировать 6-километровый участок. Глава Чуваши отметил, что для местных жителей это очень важная дорога. Многие добираются по ней до районного центра. Медриковалев, Александр Петров, Республика. Глава Республики подписал указ о назначении Светланы Янилиной министром финансов. Напомним, до сего времени она была исполняющей обязанности. На встрече с вновь назначенным членом правительства Михаил Игнатьев отметил, что все документы о назначении Светланы Янилиной согласованы с Министерством финансов России. Светлана Янилина с сентября 2010 года являлась министром имущественных и земельных отношений Чувашской Республики. 23 февраля назначена заместителем председателя Кабинета министров Чувашской Республики, исполняющей обязанности министра финансов. Михаил Игнатьев поблагодарил Светлану Янилину за плодотворную работу на должности руководителя Минимущества и отметил, что в этом ведомстве налажена четкая система учета объектов, наведен порядок в имущественных и земельных отношениях. В Республику поступило более 260 тысяч рублей на строительство и реконструкцию 14 садиков, которые будут введены в эксплуатацию в 2014 году. В столице Чувашии в этом году будет открыто три новых дошкольных учреждения в центре, в Новоюжном и Северо-Западном районах. Кроме того, новые садики появятся в Маргаушах, Кугесе, Халатре-Цивильске и других муниципалитетах. Канажский районный суд вынес приговор бывшему старшему участковому, участнику ДТП, в котором погибли 4 человека. Его приговорили к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, он лишен права управления транспортным средством на срок 2,5 года. 16 декабря 2013 года на автодороге в Канажском районе участковый, управляя личным автомобилем, в темное время суток, без учета дорожных условий, выехал на встречную полосу и столкнулся с Ладой Приорой. В результате на месте ДТП погибли водитель Лады и двое его пассажиров, в том числе пятимесячный ребенок. Мать ребенка скончалась в реанимации. Материалами дела установлено, что в день, когда произошло дорожно-транспортное происшествие, сыну осужденного исполнилось 2 года. В результате сам полицейский ехал с ним на машине в село Шахазана, чтобы забрать свою супругу с работы, приехать домой и отпраздновать день рождения сына. Кроме того, в ходе следствия установлено, что в момент ДТП у полицейского полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения с содержанием алкоголя в крови порядка 1,8 промилле. Согласно результатам судебно-медицинских экспертиз, самому полицейскому в результате ДТП был причинен тяжкий вред здоровью, а его сыну вред здоровью средней тяжести. Также в материаловом деле установлено, что ранее полицейский неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима. Сам он был уволен из органов внутренних дел. После того, как вышел с больничного, что произошло практически накануне направления уголовного дела в суд. В арбитражном суде Чувашской республики начинается беспрецедентный процесс. Мария Чебоксар подала иск застройщику микрорайона Байконура при знании многоквартирного дома самовольной постройкой. Довода обеих сторон выслушала наша съемочная группа. Яблоком раздора между администрацией города Чебоксара и фондом помощи вынужденным переселенцам стал вот этот вот дом за моей спиной. Разногласия длится уже как минимум лет пять. Но, тем не менее, дом построен и в конце мая первые жильцы уже могут получить квартиры. Снести нельзя оставить. Где ставить запятую, решит суд. Конфликт сторон начался еще в конце 2010 года. Первоначально на этом месте должен был быть построен детский сад на 200 мест. Но оказалось, такого количества детей в микрорайоне нет. Да и средств на ближайшие пару лет на строительство дошкольного учреждения в городском бюджете не заложено. По словам Валериана Тихонова, после переговоров с главой города тех лет было принято решение строить на этом месте дом с пристроенным детским садом. Но, как утверждает застройщик, документы на строительство ему так до сих пор не подписали. У нас есть решение судов. Вот одно дело, другое дело. Мы весь микрорайон построили на основании разрешений, выданных нам в 2004 году. Весь микрорайон, восемь домов до этого. Это уже девятый дом. И оно у нас действовало до 1 января 2011 года. И если бы городский план был бы выдан, на основании этого автоматически это разрешение было бы продлено именно на дом с детским садом. Вот и все. В администрации города утверждает, что не было бы проблемы, если бы Тихонов вовремя и как положено прошел все необходимые процедуры, чтобы узаконить строительство дома. Администрация города двухлетней переписки с фондом предлагала внести изменения в проект застройки. Согласно законодательству необходимо было пройти публичное слушание. Также было издано распоряжение на основании письма фонда переселенцев от 31 августа 2012 года о начале разработки проекта застройки для последующего рассмотрения на публичных слушаниях. Однако до публичных слушаний дело так и не дошло. А вот в судах фонд появлялся регулярно. Тяжбы шли и с Минстроем, и со службы судебных приставов. Приставы не смогли выполнить постановление о запрете строительства. При этом администрация города не против строительства. Как утверждает начальник правового управления, их требование только соблюсти все процедуры. И если был запланирован садик, то нельзя строить дом без изменений градостроительного плана. По расчету управления архитектуры, для строительства жилого дома с пристроенным садиком нужно 8,5 тысяч квадратов. У него до октября 2012 года был договор аренды, но на 2700 квадратов. В любом случае земли не хватало и требовалось получение дополнительного участка. А для этого нужно было опять-таки возвращаемся к тем процедурам, соблюсти те процедуры, которые предусмотрены законодательством. Сейчас будущие жильцы дома создали жилищно-строительный кооператив «Сокол». И вряд ли будут рады, если суд вынесет решение снести дом. Но закон есть закон, и его надо соблюдать. Последнее слово за судьями. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Наша республика богата лесами. 19% от общей площади Дубравы. К сожалению, дубы в Чувашии болеют. Летом хорошо видно, что листва этих деревьев изъедены гусеницами. Какие меры применяются для спасения зеленых пациентов, высняла Марина Рябцева. Сегодня в Чебоксарах плюс 27 градусов. Но все же в лесах можно встретить вот такие ледники. Это специальные снежные бурты. Их еще в марте месяце заготовили работники лесничеств. А затем в конце апреля сюда привезли сеянцы деревьев. И здесь молодые дубы в холоде ждут время своей посадки. Здесь в опытном лесничестве активно используют механизированную посадку. Еще в 1990 году за внедрение промышленной технологии восстановления дубрав лесхоз был награжден серебряной медалью ВДНХ. Такая технология облегчает не только процесс посадки сеянцев, но и дальнейший уход за ними. Основной уход за молодняком – это пропалывание, чтобы новые посадки не заросли. Есть еще беда, которая давно стала напастью дубов Чуваши. Листовертки и другие вредители поедают листво этих деревьев. В этом году планировалось выделить средства на опрыскивание дубов. Анализ по модельным веткам показал, что объедание уже меньше 30%. Поэтому нынче опрыскивание, наземное опрыскивание, которое больше денег стоит, решили отменить. Как я помню, за 37 лет работы я два раза опрыскивал самолетов, наземное опрыскивание было два раза за 37 лет. Вот эти мероприятия, конечно, проводятся. Но это, конечно, дорогостоящие мероприятия. Но в основном, листовертки, борются, конечно, птицы. В общем, вся надежда на птиц? Стараемся и на погодные службы тоже. Вот зимой, конечно, почему нынче как бы меньшее поедание, у нас меньшее поедание, зимой были как-то холодные дни, то до 28-30 градусов. Вот эти муразные дни могли повлиять на сохранение сокладок. Они могли бы уникать сокладки. Выделят ли деньги на лечение дубов в следующем году, пока неизвестно. Работники лесничеств будут и дальше наблюдать за состоянием дубра в Чувашии и отправлять отчеты в министерство. Пока же бороться с гусеницами предстоит исключительно птицам. Марина Рябцева, Антон Вовк, Республика. С начала месяца на Волге началась навигация. Была открыта прогулочная линия. 8 мая речной транспорт пущен по маршруту Козловка-Волжск-Козловка. А уже 1 июня, когда откроется пляжный сезон, заработает рейс до левобережного пляжа Чебоксар. Стоимость билета в оба направления составит 75 рублей. Это на 15 рублей дороже, чем в прошлом году. Но все же не покрывает реальную себестоимость поездки. Чебоксары-Пляж – 214 рублей человека, Козловка-Волжск – 230. Компенсирует столь большую разницу предприятий собственных средств. Да, можно сегодня делать билеты по 200 рублей, но кто будет ездить на 200 рублей. Ежегодные убытки от пассажиров-перевозок у нас порядка 5-5,5 миллионов рублей. Мы эти убытки не получаем. Дотации из наших местного самоуправления ни из города, ни из республики не получаем. Единственное, мы договор сегодня заключили с Козловской администрацией. Они покрывают дотации, то есть убытки. В рамках Года культуры 14 мая в галерее «Серебряный век» Национальной библиотеки развернется экспозиция «Мастерская Миши Григоряна и его ученики». Наша съемочная группа узнала, как идет подготовка к выставке. Слава мастера в его учениках. Миша Григорян – профессор кафедры живописи Чувашского государственного педагогического университета. И недостатка в учениках у него нет. Они часто собираются в мастерской своего наставника и вместе работают. Вот то, что сегодня здесь выставлено, это они работают в основном у меня в мастерской, рядом со мной. Есть некоторые мотивы, которые похожи. Потому что если я поставил на все, он может писать. И я пишу, они пишут. Ничего страшного нету. У каждого свое лицо. Но самое главное для меня – это чтобы ребята вспомнили, что есть такая выставка, есть такой преподаватель. И чтобы так же они начали писать, не забыли это. Миша Григорян учит своих студентов не только тому, как правильно класть мазки на холст и как работать со светом. Гораздо более дорогое умение – радоваться жизни во всех ее проявлениях, любить людей и то место, которое стало для тебя второй родиной. Миша Григорян родом из Ленинакана, Армения. Но уже почти 40 лет воспевает в своих работах красоту Чувашии. И пусть у нас нет такого буйства южных красок, зато в национальной культуре столько необычного, важного, глубинного. Этот столб называется Ужа-Юби. Это мощный оберег семьи. Это символ рода. Этот столб стоял раньше в каждом доме. Получается, это была ось дома и ось земли. И все вокруг этого столба вертится. Это такая значимая вещь. Выставка-мастерская Миши Григоряна и его ученики – замечательный образец, как можно соединить в одной экспозиции индивидуальный почерк и разнообразные художественные пристрастия. Елена Гальперин, Александр Петров, Республика. Расшитая бисером сумочка, над которой зимними сумерками трудилась крепостная крестьянка Пензенской области. Или посуда, в которой столетия назад, к примеру, взбивали масло. Это и многое другое сейчас можно увидеть в Чувашском национальном музее. Когда-то над этими предметами трудились крепостные крестьянки, чтобы у их барышень были красивые ширмы, шкафчики, сумочки и обложки для альбомов. Увлекаться бисером в России начали еще в 17 веке. Эти предметы быта приехали в Чебоксары из Пензы. Выставку назвали «Дивы дивная в живой старине». Там по соседству еще одна выставка возрождает традиции. Пусть эту посуду и смастерили совсем недавно, зато соблюдая все старинные каноны. Одна из авторов работ представила скопинский гончарный промысел. Своим возникновением он обязан глиным, которые в больших количествах залегают под гордом Скопином в Рязанской области. Вот во сне образы вижу, но, к сожалению, я их не успеваю делать, потому что, когда я просыпаюсь, ничего не помню. А так все в голове. Работаю без эскизов, в голове все эскизы держатся как-то, то, что задумано. Сразу воплощаю материал. Глина, бисер, лозоплетение – не просто предмет, а отражение культур. Так же, как пензенскую экспозицию увидели чебоксарцы, авторы выставки возрождают традиции, надеются, что их работы тоже отправятся путешествовать по Музеям России. В Чебоксарах на катке «Новое поколение» проходит открытое первенство на Кубок Федерации фигурного катания. На льду свое мастерство показывают юные фигуристы. Самым младшим – 7 лет. Побит рекорд прошлых соревнований по количеству участников. За два дня на чебоксарский лед выйдут 180 спортсменов из 22 городов России. Пока для этих фигуристов лишь приоткрываются двери в мир большого спорта. Они еще только мечтают о медалях чемпионатов мира и Олимпиады, старательно выполняя наставления тренера. Кому-то уже удаются сложные элементы фигурного катания, кто-то только осваивается. Я занимаюсь фигурным катанием с трех лет. Мне очень нравится. Я хочу научиться прыгать аксель. Практически все участники соревнуются в произвольном катании. А с короткой программой выступят только девушки 97-го года рождения. Самое главное для детей на этих соревнованиях – не завоевать призовые места. Куда важнее выполнить спортивные разряды, говорит наставник юных фигуристов. Вы знаете, как раз соревнования являются очень хорошей мотивацией для дальнейшего спортивного роста ребенка. После каждого соревнования у детей как будто бы вырастают крылья за плечами. Они начинают совершенно по-другому заниматься. Подобные соревнования по одиночному катанию среди юношей и девушек в Чебоксарах проводятся в третий раз. Команд очень много. Наши спортсмены растут в мастерстве. Мы решили это мероприятие сделать открытым. На катке «Новое поколение» на ледовую арену выходят мальчики и девочки от 7 до 17 лет. Юные фигуристы справляются не только с техническими элементами, но и с волнением. Я катаюсь с 4 лет. Мне сейчас главные прыжки. Мне поддерживают тренер Ильин Ивановна и родители. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Антон Вовк, Республика. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин